Виктор Владимирович, объясните, пожалуйста, вот атеросклероз, грозное заболевание. Грознейшее. Да, то есть, когда накапливается отложение на стенках сосудов, просвет сосудов сужается, и наши органы, и головной мозг недополучают питание, и главное, недополучают кислород. Человек испытывает слабость, его состояние ухудшается, то есть, достаточно серьезное заболевание. А есть ли какой-то один признак, достаточно просто, чтобы можно было протестировать, вообще развивается это состояние в организме или нет? Ну, одним из самых грознейших признаков, который указывает на проблемы, которые в первую очередь, извините, могут коснуться сосудов головного мозга, сосудов верхнего плечевого пояса, это нарушение мобильности в шейном отделе. Вот, со времен службы на Черноморском флоте, я помню, как наш Митчман Кривору, готовя нас к погружениям в легких водолазных костюмах, всегда очень внимательно рассматривал, осматривал состояние наших шей. Стоило только где-то шеи не повернуться на 90 градусов, не увидеть погон четвертого человека, стоит повернуться в другую сторону, и при этом болел или зуб, или тянуло ухо, или какое-то просто недомогание было, или просто шея не поворачивалась. Все, в этот день ничего с погружением не было. Вот, теперь представьте себе, что мы каждый день с вами погружаемся, каждый день над нами давлеет, как говорил Остап Иврагим Бендер, давление. И вот с этим давлением нам приходится жить, постоянно. Но как только мы начинаем чувствовать недомогание в этом плане, каким образом? Потому что наши сосуды не выдерживают элементарных нагрузок, которые отражаются на трех китах наших сосудов, на тонусе, на пластичности и на каркасности. Вот рулон бумаги. Вот представьте себе, если у вас нет каркасности наружи, если у вас нарушена тонус и пластичность, а вам приходится вот таким вот образом себя вести сосудами, и это очень четко видно на позвоночных артериях, это очень четко видно на состоянии наших сонных артерий, и их неспособность к восстановлению приводит вот к таким делам. Видите ли вы меня, дитя мое? Не видите. Почему? Потому что вот эти вот заломы привели к тому, что нарушается текучесть крови, а текучесть крови, хочу обратить ваше внимание, вам об этом никто не расскажет, текучесть крови отражается на состоянии правого предсердия, а состояние правого предсердия отражается на состоянии диафрагмы, а состояние диафрагмы отражается на состоянии выхода желчи через ампулу, желчепанкреатического сока. Что у нас получается? У нас получается запирательный желчный реплюкс. До поры до времени мы его не чувствуем, но мы его очень четко видим. В каких вещах? В аденоидах, частых ушных проблемах. Мы его видим в гипермобильности наших детей. Мы его видим в системе, то, что сейчас очень модно называть поколение индиго. Это то, что сейчас очень модно отсылать к психотехникам, когда не врачи, а психиатры и пограничные с ними специалисты занимаются такими детскими проблемами, как аутизм и так далее, так далее, так далее. Это все расшифрованное состояние, раскассированное. А в глубине всего этого лежит наша печень. И в глубине всего этого, в корне всего этого лежит состояние нашего желчного пузыря. Поэтому трудно поворачивается у вас голова в ту или иную сторону. С трудом вы делаете такие движения. Вы замечаете у себя или у себя или у своих близких вот такое вот механическое, механистическое отношение? Вам хочется голову как бы вставить или наоборот как бы вытянуть? Имейте в виду сосуды, особенно сосуды головы и шеи, у вас находится состояние напряжения. А с учетом того, что у нас два круга кровообращения, два круга кровообращения, систему кровообращения нижних, нижнего этажа, то, что мы называем органами малого таза, никто не отменял. И поэтому все, особенно в этой части движения, направленные на освобождение толстого кишечника, на освобождение, на регулярный стул, связаны с тем, что у нас повышается отрицательное, без того отрицательное давление внутри брюшной. Что у нас получается с диафрагмой? Диафрагма поднимается еще выше, подпирает вот эти сосуды, подпирает аорту. И что наши аорты делают? Нам приходится делать вот такие движения. Для чего? Для того, чтобы освободиться, для того, чтобы улучшить вот это вот состояние прохождения электрических сигналов. А потом уже движение крови, а потом уже поддержание каркасности, тонуса и эластичности. И в этом плане я хотел бы обратить, обратиться к так называемым биохакерам. Я вот, вольно-невольно, в силу, конечно, своей профессиональной деятельности, слежу за новостями, которые наполняются интернет. Есть такая вот сейчас новая модная фишка биохакера. Биохакеры рассматривают, как на их состояние крови влияет мед, как на их состояние крови влияет моча, то есть, употребление мочи, как употребление того или иного сегмента. А вот пусть биохакеры, на той стороне, которые смотрят нас или передайте им, пожалуйста, наше пожелание, Александр Владимировой. Пусть п toilet-поживут хотя бы полчаса. Он вот в таком состоянии шеи или вот в таком состоянии шеи. Или попробует попить вот в таком состоянии шеи. А после этого проконтролируют свою кровь. Посмотрят, как ведут себя эритроциты. Посмотрят, как ведут себя лейкоциты. Посмотрят, как ведут себя тромбоциты, нейтрофилы, и далее по списку. И нам не нужно гоняться за статинами, потом тогда, когда у нас повышенное количество холестерина. Это вообще отдельная песня. А нам нужно посмотреть, а почему у нас повышенное количество холестерина. А повышенное количество холестерина у нас, как раз таки, потому что нарушение пластичности движения сосудов, приводит к тому, что наша печень медленно, наверно начинает сбаиваться, начинает снимать свои обороты. И в силу возраста печеночного, а вы знаете, что печень имеет 5 возрастов? Это Акинисан имела 3 возраста, а печень у нас имеет 5 возрастов. Так вот, 3 возраста печени мы проживаем не замечая, не замечая. Наверняка вы помните, да, и Александра Пушкина, Александра Блока, и Игоря Северянина, людей, которые любили выпить, закусить, и очень много, так сказать, отсылов делали в своей печени. А потом вдруг ни с того ни с чего получалось, что вот наступал четвертый срок печени, а тем более пятый. Человек уже не выпивал и не закусывал. А ему, помните, как в том анекдоте про оленя, становилось все хуже и хуже и хуже. А почему? Да по одной простой причине. Потому что оставались привычки молодости, а система, которая обеспечила утилизацию привычек молодости, уже не срабатывала. А с чем это связано? А потому, что переставали в нужном количестве вырабатываться сперматозоиды у мужчин, в нужном количестве вырабатываться тестостерон у мужчин, в нужном количестве вырабатываться эстроген у женщин, в нужном количестве вырабатываются яйцеклетки у женщин. Потому что уже нарушался условно, это не нарушение, это естественный переход. Но, тем не менее, его называют нарушение менструального цикла, или климаксом, или изменение менструального климакса, или цикла. Все, эти системы уже не обеспечивались нашими генетическими нативными мотивами, нашими корнями. И куда мы с вами впадали? Мы начинали впадать в ересаторосклероза, потому что резко увеличивались боли в правом подреберье, резко менялась конфигурация нашего давления, резко нам становилось хуже от того, что мы съем, как говорится, на копейку получали эффект рублевого вздутия и так далее, так далее, так далее, по одной причине. Так вот, все это, уважаемые коллеги, начинается с молодых ногтей. Трудом поворачивается шея, не развиваете вы шею, не слушаете вы советов докторов, профессоров Картавенко, имейте в виду, или одних из советов докторов Картавенко, имейте в виду, что вы уже делаете первые шаги. А часто повторяющиеся такие состояния, я имею ввиду первые шаги к атеросклерозу, а часто повторяющиеся такие состояния с шеями, с шеями, с вашими, лишний раз. Зачем вам убеждать себя в обратном? Не надо себя убеждать в обратном. Убедите себя в том, что вы себя можете своими собственными руками исправить, в лучшем смысле этого слова, не наложить на себя руки, а своими руками приложить к собственному телу, воздействовать на биологически активные точки, на биологически активные зоны, делать бездыхательную гимнастику и улучшать свое состояние. Потому что, чем чаще мы с вами воздействуем на себя, тем мы дальше от себя отодвигаем проблемы химического нашего поражения. Поражение наших сосудов, поражение сердечно-сосудистой системы. Ссылочка на наш очередной вебинар прямо под этим видео. Вот, под затылочные кости. Вот здесь ссылочка на наш вебинар. Регистрируйтесь, приходите, задавайте вопросы, интересуйтесь и будет вам счастье. А теперь по доброй традиции, по доброй традиции, потому что в последнее время мы стали получать такие вот хамские заявления. Короче, Склифосовский, хватит трепаться по науку, давай нам упражнения какие-то. Так вот, я вам отвечаю тем же самым. Большим любителям атеросклероза и поговорить на эту тему, я покажу наше старое доброе упражнение, которое на самом деле, на самом деле стабилизирует состояние, вы не поверите. Это для биохакеров и для врачей лабораторной диагностики. Это упражнение, которое мы с Татьяной Владимировной показали уже на лабораторных исследованиях. Палочка, сумо, стабилизирует состояние холестерина, стабилизирует состояние билирубина, стабилизирует состояние мочевины, стабилизирует состояние липопротеида высокой и низкой плотности. Что нужно для того, чтобы быстренько восстановить состояние сосудистого тонуса. Вот таким вот образом, вот таким вот образом, вот таким вот образом. На ширину плеч поставьте палочку, приложите свою бороду сюда, но не бороду мою, потому что не у каждого из вас есть такая борода, бородей, как про меня пишут. Вот так вот поставьте свой подбородок, глубоко вдохните, резко выдохните, и не дыша в течение пяти секунд, попытайтесь нижней челюстью опустить палку. Куда дел со мной либо протеид высокой плотности? Куда дел со мной холестерин? А мочевина куда делась? Попало сосудистое русло. А через сосудистое все это попадает в почки. А в почках, если они правильно работают, правильно кого служатся, через вторичную мочу покидают нас без всяких проблем для сосудов. А проблемами этими называется атеросклероз. Поэтому избавляйтесь, чем быстрее, тем раньше и тем лучше для вас. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!